Дома ли шапками закидают, да самоуверенность подвела. Так можно охарактеризовать матч 11-го тура первенства ПФЛ между Сызрани 2003 и одним из аутсайдеров зоны Урал-Поволжье, Химиком из Дзержинска. Более чем убедительно, начав второй круг гостевой победой над одним из лидеров турнира Нефтехимиком, Сызранский клуб и в домашнем матче вполне мог рассчитывать на положительный для себя исход поединка. Надежды болельщиков оправдались уже на четвертой минуте матча. У хозяев оказался точным молодой полузащитник Евгений Яский 1-0. А вот развить быстрый успех как-то не получилось. Вроде бы и футбол, скоростной и комбинационный, а толку мало. 1-0 после первого тайма, в начале второго ответный холодный душ от гостей, штрафной, провал в обороне и 1-1 на табло. Впрочем, спустя 11 минут Игорь Рыжков вновь выводит Сызранцев вперед, но ненадолго. 2-2 в середине второго тайма, 2-3 в добавленное время. В обоих случаях безалаберность защитников и ляпы вратаря Барсукова, который на последних секундах попытался помочь товарищам, убежав искать счастье в чужой штрафной, как полевой игрок. Но это не помогло. В итоге, во многом неожиданный провал Сызрани-2004 в родных стенах. Были шероховаться, были ошибки, но футбол, он и создан из ошибок. Кто больше ошибается, тот и проигрывает. Вот сегодня так и получилось, что мы меньше, значит, ошиблись. Хотя бы во втором тайме мне как-то это... Я думал, что Сызрань более создаст давление, а получилось, наоборот, второй тайм у них какой-то разрозненный. То есть не было у них агрессии такой, которая была даже в первом тайме. Хотелось бы перед болельщиками извиниться, но не столько за игру, сколько за, скажем так, проявленное безволие. Если мы прошлую игру, я сказал, вырвали на морально-волевых, то сейчас футболисты думали, что они на одной ноге обыграют команду, которая находится ниже нас в турнирной таблице. Мы пытались им всю неделю объяснить, что мы пока еще никого не можем обыграть на классе, и на каждую игру нужно настраиваться, как на последнюю. Но достучаться до них, видимо, не смогли. Дзержинский химик, набравший Сызране половину от общего количества очков, заработанных за весь первый круг, догнал Толятинскую ладу, переместившись на восьмую позицию. Сызранцы вместе с Волгой также в прошедшем туре оступившейся дома делят четвертое и пятое места. Оставание от лидеров увеличилось до четырех очков. Работу над ошибками команде Дмитрия Воецкого предстоит провести уже в это воскресенье, 27 сентября. Сызранцев в гости ждет Нижегородский клуб «Волга-Олимпиец». Дома же Сызрань 2003 сыграет теперь 3 октября в принципиальном дерби с соседями из Ульяновской Волги. Максим Попов, Сергей Инкин, Евгений Щукин. Вести детально.